не планировал я сегодня снимать видео но раз уж попадаются вот такие находочки нужно все обязательно заснять для истории медь в наше время на вес золота в общем три медные катушки каждая из которых вот такая двойная короче говоря начинается медная лихорадка всем привет друзья вы на канале пластилин наливайте чаек кофе и какао какого ставьте лайк этому видео всем приятного просмотра стартуем а вообще-то я сегодня приехал чисто за алюминиевыми баночками кто помнит предыдущее видео с поиском на вот этом месте мне удалось найти тогда около сотни этих баночек но тогда я просто ходил искал их по поверхности а сегодня планирую немножко покопать вон там на горе у нас находится оживленная улица рядом всякие магазинчики люди покупают спиртные напитки пиво без алкоголку все выпивают и пустые баночки сбрасывают бугра весь этот процесс длится уже пару десятков лет и понятное дело самые старые баночки у нас уже находятся под слоем всякого мусора под листьями под землей их нужно только откапывать этим я сегодня и займусь но конечно же помимо алюминиевых баночек люди сюда сбрасывают и всякий пластик стекло пластмасс плюс за несколько дней пока меня здесь не было все уже по засыпала листьями но все равно как вы видите если присмотреться то можно без проблем отыскать эти баночки вот такая бренди кола старенькая судя по всему ну да 20 год не первой свежести берем я сегодня с вот такой небольшой лопаткой принципе летом с ней копать не особо удобно когда земля сухая а сейчас вот осень чего такое влажная мокрая и копается вообще без проблем тем более я сегодня сильно углубляться не планирую буду так чисто по верхам все перекапывать попадаются всякие вот такие железки небольшие вот такая штука в общем попадется что-нибудь интересное обязательно вам покажу вот такая находочка часы советские или наверное даже будильник немного ржавенький но вот эти контакты я уже точно вижу что латунные плюс латун должна по-любому быть внутри тоже находочка неплохая попадается понемножку алюминиевые баночки но конечно же все подряд показывать вам не буду но вот эту баночку обязательно нужно продемонстрировать в общем смотрите made in usa какая-то древняя контрабанда и год выпуска у нас вот девяносто шестой называется она у нас blue bull сейчас red bull продаются это blue bull но red bull безалкогольная а здесь у нас вот 77 процентов алкоголя вот такой музейный экспонат даже вот на крышечки какие-то надписи на современных банках такого нет ну классно находилась в мешке вытряхнул бутылки и выпала вот такая баночка класс принципе при желании можно ее даже выпрямить и оставить нормально среди всякого прочего хлама попадается и шариковые ручки как вот такие простенькие советские такие наверное начало двухтысячных годов вот это кстати не ручка это сама паста сам стержень ну конечно же все это ценности не представляет я ищу перьевую ручку с золотым пером ну или хотя бы какой-нибудь оригинальный паркер грибы это тоже неплохая находка если сами грибы конечно же съедобные но судя по цвету вот этих грибов их вряд ли можно есть какой-то ядовито салатовый оттенок но вот этот гриб какой-то другой хотя тоже скорее всего не то что мне надо вот еще на дереве такие штуки вот такие вот так все конкретно по засыпала листьями вообще визуально не видно никаких находок нужно только копать скоро вообще все снегом засыпет будет еще хуже очень много здесь всякого стекла даже попадается всякие вот такие бутылки из-под шампанского они довольно таки тяжелые но к сожалению в наше время на стеклотаре ничего заработать не получится оставляем до лучших времен среди битого кирпича попадается и вот такие камушки можно будет приехать на собирать домой но они сами по себе очень тяжелые и на велике много такого добра не увезешь выбрался я на самую гору думал сейчас здесь будет целая куча баночек а здесь у нас всего одна еще даже вот такая порезанная 2015 год старенькая а вот это уже что-то интересное какой-то файком непонятно что это такое то ли разъем светодиод что здесь у нас пишут warning но юзер сервиса в общем друзья кто знает что то такое напишите пожалуйста в комментарии вот нельзя сюда пальцы совать но все как обычно вот такая куча хлама вот они баночки старые одна вторая стелла артуа вот такая неопознанная судя по всему радио деталь с вот такой маркировочкой также попалась ложка из нержавейки но здесь реально все баночки находятся под слоем мусора под листьями вот видите нужно только все копать так это тоже какая-то нержавейка ножек для капусты наверное вот баночки red bull вот такая штуковина это от старого телефона микрофон или динамик латунь даже маркировочка есть сделано в ссср 1979 год нормально вот такая платка но радиодетали здесь нет один текстолит вот такой фонарик старенький выскочил принципе у них ничего интересного нет есть здесь буквально парочка медных проводков ну и самая цена это вот этот аккумулятор в нем по моему две небольшие свинцовые пластинки таких фонариков у меня уже набралась целая куча дома как-нибудь обязательно сделаю по ним отдельно видео конфета из 90-х называется soft fresh турецкой фирмы кент это та фирма которая делала самые легендарные жвачки turbo и насколько я знаю сейчас она вообще называется по-другому и выпускает совсем другую продукцию точно не знаю но по моему вот эта штуковина называется кулиса были раньше популярные цепляли их на рычаги коробки передач здесь всякие рисунки были пауки розочки в общем это пластик какой-то а вот этот штуцер у нас латунный можно разбить или обжечь нужно забирать ну вот такое количество всяких находок я наковырял минут за десять пока вот так вот вышел на вот такое болото и здесь зацепил вот такую раритетную баночку оболонь она уже даже от старости начала гнить понемножку и год выпуска у нее 2005 вот такой музейный экспонат там он еще вижу одну баночку сейчас попробую приблизить показать вон она розовая баночка скорее всего кока-кола сейчас буду как-то туда добираться вот она баночка точно кока-кола но он такая вот обрезанная ничего страшно забираем а это у нас по моему зимняя 5 сейчас конечно еще не зима я такие грибы находил зимой когда у нас была плюсовая температура ну да похоже съедобные грибы увидел еще одну баночку но сюда я уже не долезу нужно все так вот палкой вытягивать тоже кока-кола только вытягившая наверное старая бегала здесь только что белочка но я понятное дело не успел заснять похоже вот это дупло ее домик ну да он остатки от орешков лежат сейчас попробую засунуть телефон поснимать вам засунул руку в средину дерева и снимаю вот такие апартаменты вот она белочка но они здесь немножко дикие могу к ней подойти хвостом вот так обмотыляет ходил ходил пока не вышел к вот такой речке сегодня у нас тихая тепленькая осенняя погодка вот такая живописная картина вот это прикол заметил две рыболовные сетки одна вообще пустая а вот это у нас покрупнее я уже обрадовался думаю сейчас здесь будет целая куча свинца но не тут то было знаете что сейчас рыбаки используют место свинцовых грузил да все верно как вы видите фанфурик который налита вода никакого свинца здесь нет единственная вроде бы да вот заметил всего-навсего один свинцовый грузик а так одни фанфурики все-таки два грузика здесь было они вроде бы небольшие но не знаю грамм 30 будет наверное свинца может забыл дома обрезал все битой бутылкой сейчас вот эти сетки закопаю чтобы в них не путались всякие птички животные вот как то так пробка водочная советская можно было конечно эту сетку подпалить но зажигалка у меня тоже сегодня с собой нету и так сойдет откопал баночку от ягуара тоже раритет но я даже не знал что у нас такое продавалось но видимо продавалась в 2013 году у нас вместо ягуара всегда всю жизнь продавали рево абсолютно то же самое по цвету и по вкусу но только рево это вот такой ягуар голд а вот это уже у нас точно опята настоящие ранее или позднее не знаю скорее всего ранее поздних вроде бы шапочка раскрытая вот такие да настоящие можно насрезать но есть одна проблема эти грибы у нас растут на мусорке стараясь в таких местах грибы не собирать жалко вот такие красавцы вот такая баночка тоже не первой свежести чернигевская 2008 год фитнес с витаминами но раньше все делали упор на пользу для здоровья калорий фитнес пока не пришла мода на энергетики потом во всякие слабоалкогольные напитки начали добавлять кофеин гуарану стало это все дело модным и фитнес ушел на второй план но вот такой результат двух часов поиска на этом месте пол мешка баночек и целый рюкзак баночек плюс всякий остальной хлам хотел вам еще показать вот такую банку нашел ее уже под самый конец она у нас свеженькая какой-то энергетик и смотрите какой здесь прикольный рисунок это у нас по игре stalker limited edition и смотрите какой шеврон у дядьки знак радиации классно вообще даже жалко сминат такую баночку ну все еду домой дома все обязательно взвесим друзья смотрите какое количество голубей на крыше друзья никак не могу доехать домой только начинаю крутить педали попадаются алюминиевые баночки приходится останавливать и подбирать уже наверное штук 10 собрал по дороге смотрите какой red bull не стандартный 473 миллилитра забираем но все приехал на базу сортирую найденный хламец в общем некоторых алюминиевых баночках внутри находится очень много мусора земли их приходится вот так вот разрывать и все вытряхивать в общем эта баночка которая была найдена на болоте это не баночка это настоящая капсула времени внутри баночки находилась вот такая этикетка от шоколадки нац лесной орех и что самое интересное она очень хорошо сохранилась и можно даже прочитать дату производства вот как вы видите 1997 год в общем почти 30 лет назад на этом болоте кто-то пил кока-колу и ел вот такой нац прикольно несмотря на то что на улице уже конкретно похолодало скоро зима люди все равно продолжают пить всякие прохладительные напитки из банок на улице я пока ехал домой еще что 20 подобрал в общем с рюкзака все переложил в этот мешок как вы видите он с виду вроде бы и полный но если здесь все нормально сплющить я думаю будет половина или даже меньше может быть третья часть в общем давайте все взвесим очень даже неплохо 3 килограмма 240 грамм это конечно же не мой рекорд находила и побольше баночек но результат очень даже хороший вот это сегодняшний мешок а это мои старые баночные запасы на прошлой неделе у меня было два с половиной мешка банок потом я все высыпал повторно переплющил их получилось 2 сейчас хочу все взвесить и посмотреть сколько на данный момент у меня имеется этих алюминиевых баночек первый мешок 6 килограмм 485 грамм второй мешочек 6 килограмм 235 грамм чуть поменьше и того на данный момент грубо говоря у меня имеется 16 килограмм вот этих алюминиевых биткоинов хотел я в ближайшее время все отправить на прием очку сдать но цена на вот эти баночки у нас сейчас низкая меньше доллара за килограмм поэтому пока что придержу скорее всего до зимы ну а там посмотрим ну а помимо самих алюминиевых баночек прихватил я сегодня еще и вот такой хламец ну здесь как вы видите всего по немножко железо нержавейка мелкий алюминий алюминиевая фольга свинцовых грузила какая-то непонятная коробочка латунь медь это тоже алюминий фонарик пойдет на разбор там будет немного свинца часы и ручки всякий хламец друзья всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии встретимся в следующем видео